Есть люди, скажем так, у них руки более длинные, глубокая ладонь, вас держит запятку, вот если я держу запятку, я вот так держу, у меня вот крючок получается, а бывают люди держат запятку вот так. То есть рука длинная, она прям вот так оплатывает, да, почти полностью оплатывает вашу ногу. Вы разворачиваете, делаете это движение, если человек поймал ваше движение, вы не можете вышкарить, потому что в нормальном случае вы выщипнули в открытое пространство, а в том случае получается вот так, и он пальцами вас удерживает, и такая ситуация бывает, собственно, что я имею ввиду, когда человек вас плотно здесь держит, ну как, глубокая, вы дергаете ногу сюда, бывает, что человек за вами вот сюда заваливается, чуть-чуть на бок, то есть он за вами идет, вот в такой ситуации, если я не могу освоить ногу, я перешагиваю и ухожу в очень глубокий, не слайд, обычно вот сразу вот сюда получается, то есть к этому тоже надо быть готовым, вы тянете человека, условно говоря, ну, в триаду, да, если так можно все-таки это назвать, да, столорилы, но если он за вас, за вами зацепился, да, идет за вами, вы чувствуете, что у вас нога не освобождается, но он неминуемо заваливается на бок, потому что он пытается вас удержать, вы просто переходите, ну, не слайд, вы перешагиваете, бум, вы улучшаете свое положение. Ребят, сейчас покажу, собственно, что касается прохода колорива непосредственно, когда мы уже туда попали, что и как делать, сейчас как раз хочу показать вариацию не слайда, сейчас, ну, в современном мире очень многие хватают не за пятку, а за штанину, ну, это такой на call to move, да, как говорится, то есть очень многие хватают за штани, ну, почему? потому что с пяткой, ну, во-первых, ее легче сорвать, захват за пятку, да, то есть способы с собой захват за пятку очень много, в том числе, вот этот вариант, плюс залезать под ногу вот сюда, просто снимают руку, когда вы держите за кимоно, да, все-таки, ну этот захват обычно сложнее сорвать. Но вы сами понимаете, принцип такой же, как в муки человек держит запястье, он берет вот так делает, все, захват сорвался. Когда вы держите человек вот здесь за кимоно, ну все-таки приходится потратить какое-то время, чтобы сорвать этот захват. Вот здесь принцип похожий. И бывает, что человек так держит, вроде чувствуете, у вас нога не сильно занята, то есть она вроде ходит, то есть вы чувствуете некие ограничения, но нет такого, что нога прям застряла. Но при этом, как только вы начинаете дергаться, человек за вами просто зацепился. Есть один нюанс, один минус, вот в этой позиции, когда человек держит за штамину, вот как Маша сейчас. Маша сейчас держит как спайдер, вот так, видите, так же, только на ноге. Минус заключается в том, что, по сути дела, она частично вынуждена держать локоть немножко приоткрытым. То есть, если она будет вот так держать, этот захват не такой сильный, потому что рука скручивается, тогда дистанция увеличивается. Если она хочет натяжение это создать, ей придется локоть вот так открывать. Вот на этом мы можем сработать. Я здесь подсел, сорвал, перешагнул. Я вот так люблю перешагивать. Здесь много вариантов, что можно делать с этим фуком. Можно, если он не плотный, ногой вот так вот разгибать. Видите, я ногу вот эту разгибаю назад, фук вываливается, я потом чуть-чуть ногу поворачиваю в сторону крючка и опять сгибаю, меняю угол, Маше сложно заправить крючок. Но, тем не менее, на мой взгляд, самый универсальный способ, когда уже сорвали захват, вы обеими руками давите примерно на середину голени. Причем, если я хочу вот эту фуку брать, то я правой рукой давлю не только вниз, но немножко от себя. Я как будто присаживаюсь. Я здесь, раз, видите, нога выпала. Теперь я перешагиваю левой ногой вот эту ногу и обе машины ноги чуть-чуть в ту сторону сгибаю. То есть я вот такое движение делаю, я прихватываю коленный сгиб. То есть видите, у нее таз сейчас смотрит не вверх, а немножко вбок. Видите? То есть у нее вот, вот куда таз смотрит. У меня только нога внутри. Понимаете, о чем я говорю? То есть я стою не вот здесь, а вот здесь. Понимаете эту разницу, ребята? Она важна на самом деле. Вот. Соответственно, когда я попал в эту позицию, я люблю зацепиться вот здесь за лапел сверху. Да? То есть я не хочу брать вот этот захват. Вот этот захват мне сейчас ничего не дает. Я беру захват на плече. Я стараюсь локоть с коленом соединить. То есть даже если получится, что Маша как будто немножко садится, да, когда я ее тяну, для меня это, в принципе, хорошо. Потому что если человек вот так собран, ну что она мне может сделать? Сильнее пнуть меня, чем сейчас, она все равно не может. То есть туда я вряд ли шагну, да. Ногой она сильнее не сработает. Толкнуть меня коленками от себя, если захват здесь, и она толкнет, я могу назад упасть. Ну то есть может быть вот так вот отшагнуть, да, чтобы не потерять баланс. Вот. Соответственно, если я тяну ее и стягиваю к себе, когда она меня толкает назад, ничего не происходит. То, что она считает, она толкает себя. Соответственно, я люблю вот эту позицию. Вот так. И отсюда смотрите, какое движение. Обычно не слайд. Левая нога делает шаг сюда, правое колено идет примерно вот сюда. Левой рукой я коленку вот эту открываю. Чтобы вот это колено не попало мне в таз, самая большая проблема в не слайде, да. Особенно для начинающих, кто только начинает это движение осваивать. Вот. Я вот этим локтем, который изначально здесь, когда я иду в слайд, я чуть-чуть отжимаю ее колено, ее бедро. И как только Маша начинает на бок заваливаться, я рукой ныряю вот сюда, вот в это пространство. Андерхук забираю. Объясняю сложнее, чем это выглядит на самом деле. Смотрите, вот сюда я залезаю, она держит меня, видите. У меня до сих пор нога в воздухе, она держит. Я залезаю еще глубже рукой. Теперь смотрите, ну, я могу дальше делать спокойный слайд. Вот я здесь, сорвал. Так, перешагну. Залей фей, да, на какое-то время. Смотрите. Вот, засуну глубоко. Если я вот так засуну, видите, локоть ремой. Да, не очень хорошо. Она может коленкой дать локоть, она может просто начать руку выключить. Это не очень хорошо. Я стараюсь глубже туда залезть. Вот я здесь. Даже если она до сих пор держит, я еще глубже сюда влезаю. Вот так. Вот теперь я могу атаковать ее полноценно. Я забираю вот так. Ох, хотя в капкану удобно. Я делаю слайд коленки вот туда. Вот движение. Вот, видите, я сюда ушел. Я не делаю этот высид. Высид, не знаю, как правильно было. Потому что теперь Маша меня может туда скинуть. Потому что у меня сзади нет базы. Поэтому, когда я прохожу, я стараюсь вот так остаться. Зачем? Потому что теперь отсюда я могу, идя назад, все равно ее ног накатить, ее, видите, вот с себя. Поднять локоть и полноценно уйти взять контролл. Еще раз. Сорвал. Зашагнул вот сюда. Чувствую позицию. Чувствую, что все стабильно. Бывает, что срывается захват. Забираю здесь. Выширнул, видите, нога освободилась. Дальше. Чуть-чуть, смотрите, я не встаю прям супер таким вот мостиком, да. Чуть-чуть таз от пола и ногами, не поворачиваясь грудью, ну, к Маше, да, остаюсь так же на боку. И тут, как бы, спиной вперед, смотрите. Вот, видите, я тазом на тазу сейчас вяжу. Я ее чуть-чуть отвернул. Теперь поднял локоть и забрал полноценный сайф. Понимаете, ребята? Давайте, раз, два, пять за один, пять в кофе. Начнем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова